Всем огромный привет! Сегодня опять хочу показать вам свои покупки из магазина Пятерочка и магазина Магнит. Давно мы не ходили в Магнит. Такой вот у них там чек. Не знаю, будет видно, что не будет. Но постараюсь показать. Вот так, чек из Магнита. И вот такой чек из Пятерочки. Что не назову вам, какие цены, сами потом сделаете на паузу и посмотрите. Так, что первое. В Пятерочке взяли зелень. Вот такую зелень. Ну, беру всегда, сами понимаете, и для маринада, и просто в салаты покушать. Сейчас лето. Очень хочется. И в суп. Поэтому 25 рублей 90 копеек. Тут ассорти, и лук, и укроп, и петрушка. Так. Дальше. В Пятерочке еще взяли сметану. Вот такую взяла, свою любимую сметану. Тоже стараюсь такую брать всегда. Но нравится она мне очень. Сметана у нас была по 41 рублю 90 копеек. Ну, это недорого. Дальше. Ну, как обычно, взяли хлеба. Хлеб взяли в палатке. Белого не стали брать, взяли черного. Так как не было у нас нашего самого обычного, заводского, такой взяли вот в упаковке какой-то хлеб. Думаю, нам хватит. Дальше еще в Пятерочке взяла. Наконец-то я нашла опять вот это вот Магина второе для сочных тефтелек в сливочно-томатном соусе. Очень мне понравилось. Я с этим соусом тушила желудки себе. Также я хочу... Я не буду их прямо именно для тефтелек использовать. А я тушу, например, себе вначале желудки, потом развожу вот это водой, заливаю желудки и тушу еще желудки в таком соусе. И также куриные сердечки в этот раз хочу потушить. Просто тоже пожарить сердечки, их протушить, потом залить вот этой смесью и тоже их протушить. Очень-очень вкусно. Хорошая штука. Была в Пятерочке по акции. По 35 рублей. Не, по 34.90. Ну, практически по 35. И также взяла вот такую еще попробовать. Это кнор. Картошка по-деревенски. Вот такая в сливочно-чесночном соусе. Такую беру первый раз. Тут пакет. Посыпаешь картошку. Все вот сюда вот кладешь в этот тут, наверное, пакет. Я ни разу не брала. Новинка какая-то написана. Очень хочу попробовать сделать. 35 рублей. Такая штука стоит в Пятерке. Дальше взяла себе фэри. Вот такое фэри. Какая-то новинка для меня. Продерма. Шелк и орхидея. Понюхала. Очень такой классный-классный у них запах. Просто вообще безумный. Взяла шелк и орхидею. И взяла вот такой алоэ вера и кокос. Безумно пахнет кокосиком. А так как кокос имеет практически нейтральный запах, то вот это мне абсолютно подходит. Так что взяла. Тоже в Пятерочке сейчас по акции. 59 рублей 90 копеек. Но я думаю, что не особо это дорого. Так. Дальше. Еще в Пятерочке взяли по акции шоколадки. Вот такие. Россия, щедрая душа. Но что-то захотелось. Немножко чай сделать без сахара. И с шоколадкой. Взяли вот такой кофе с молоком. И с кокосом и вафлей. Шоколадки тоже по акции. По 39 рублей. Две. Еще взяли чеснок. Я взяла. Нету нигде, представляете, молодого чеснока. Пришлось взять вот такой. Китайский, как его все называют. Вот такой китайский чеснок. Три штуки. Мне просто надо намариновать курицу. Чеснок такой у нас стоил 32 рубля 90 копеек. Ну, я думаю, курицу намариновать пойдет. А дальше там, может быть, посмотрю, на рынке возьму новый молодой чеснок. Потому что до рынка еще далеко. Приезжаем поздно. И на рынок ходить. Так. И дальше покупки из магазина Магнит. Тоже у нас были. Взяла вот такую вот приправу для курицы. Буду делать курицу. Приправа стоила по 19 рублей 80 копеек. Тоже недорого достаточно. Но я такую беру. Уже брала. Но в ней тоже содержится соль. Хотя нет. Сейчас посмотрю состав. Нет. Соль поваренная пищевая. Вот так. Все. И тут, как всегда, мои любимые рецепты. Курочка запеченная с картошкой. Так. Дальше еще взяла себе. Хочу попробовать. Вот такой вот шоколадный пудинг. Вот такой. Хаас. Вижу первый раз. Вообще фирма хорошая. Я ей доверяю. Иной раз что-то беру от этой фирмы. И на этот раз увидела этот шоколадный пудинг. Он был по... Вообще 22 рубля. Тоже, наверное, на него была акция. Поэтому сделаю. Попробую. Нужно только молоко. Вот эта вот смесь. 20-30 минут. И у вас будет пудинг. Попробую. Пудинг очень люблю. Хочу попробовать сама сделать. Дальше взяли вот такую просто огроменную редиску дайкон. Мы редис дайкон тоже обожаем. Просто потереть, полить маслом или какой-нибудь салатной заправкой. И просто ее съесть. Взяли на этот раз огромную-огромную. Потому что в магазине магнит она очень дешевая. И килограмм стоит 73 рубля всего. На 50 рублей. Вот такая огромная просто. Вот смотрите. Редисина. Вообще она, конечно, где-то очень и очень дорого стоит. Дальше. Просто безумная какая-то непонятная цена была на подсолнечное масло. Такое вот большое. Тут 0,9. Да, почти литр. 900 грамм. Масло хорошее. Я почитала. Все классно. Просто обалденное. И всего стоит, вот вы не поверите, 38 рублей. Вот так. Взяли одно. Хочу просто попробовать хорошее масло. Не хорошее. Просто масло. Все. Какая фирма, чего. Нигде тут не видно. Масло, масло. Масло подсолнечное. Масло рафинированное. Масло дезодорированное. Все. Никаких указаний фирм. Может где-то сзади есть. Я прочитала, что это производит Саратовская область, изготовитель. Вот. Поэтому, ну не знаю. Попробуем. Может быть хорошее. Даже. Даже вот ничего не могу вам сказать. Просто масло, масло. Вот так. 38 рублей. Не 100. Да. Не 70. Не 100. Не 150. Просто 38 рублей. Обалденная цена. Ходила в магнит за курицей. Взяла вот такую курицу. Тут 1,7 кг. Это мой любимый Петруха. Петруху я просто очень сильно тоже обожаю. Всегда беру. Хожу за ней в магнит. Петруха у нас сегодня был по 110 рублей. Он был без акции. Просто это его обычная цена. И на 188 рублей мне вот 1,7 кг вот этого Петрухи вышло. И еще взяли на пробу вот такую консерву. Сейчас будем вместе с вами ее открывать. Появилась в магните вот такая фирма. Какая-то легенда Ямала. Сибирские Сиги. Не знаю, что это такое. Рыбные консервы. Очень много видов там есть. Всякой-всякой разной рыбы. Какой только нет. Мы выбрали сырок в желе. Сырок я знаю, что это за рыба. Мы его кушали. Этого сырка она практически без костей. Сейчас с вами вместе откроем. Посмотрим, что это за рыба. Здесь 240 грамм. Стоила она по 76 рублей. Ну посмотрим, что это такое. Если нам не понравится, мы не будем есть. Как говорится, кошка у нас желе. Очень любит. Сейчас будем с вами открывать. Смотреть. Все. И покупки на этом все закончились. Сейчас будем с вами пробовать сырок. Так. А сейчас мы хотим открыть, попробовать вот такой сырок. Интересно, вкусный, невкусный? Не знаю. И сюда может быть вкусный. Да еще в желе, да. Надо эту. Блюца. А ты смотрела производителя? Да, давай блюца. Я что-то не посмотрела производителя. Даже не знаю. Ямала. Какая-то Ямала. Ямала. Так. Давай открывай, людям показывай. А то... Ой, они целенькие. Так. Вот такой сырок. В желе. Вообще ж сырок рыба классная. Да? Мы ее берем. Она практически без костей. Вот такое желе. Там же северная рыба, она жирная. Да, такое желе классное. На самом деле желе. Рыбы тоже полные. Просто посмотрите. Прям да? Давай. Прям даже интересно. Ой, кошка облизуется. Кошка облизуется. Она желе любит. А, да? Я тоже люблю. Вообще рыбка, конечно, вот этот сырок очень-очень вкусный. Сейчас попробуем. Ну, как я ее желе. Попробуй желе худай. У нас кошка очень-очень любит желе. Вот такая вот рыбка. И желе достаточно, и рыбки достаточно. Мы никогда не пробовали. Кстати, розовенькая, да? Посмотри. Не черная. Рыбка розовенькая. Вот кусочек мяска такой. Достаточно она розовая. Вообще сырок рыба вкусная. Сейчас попробую. Сами попробуй. О, кошка ест. Ммм. Ну, сырок вкусная рыба. Без костейная. А в ней нет костей. Вот в ней только вот хребетик. Все, и желе. И, кстати, тут всего... Я думала, одно желе будет. Нет. Посмотрите, и рыбки, и желе тут вдоволь. Слушайте, кошка ест, значит, есть можно. Кстати, она натуральная. Посмотрите, какое мясо, да? Угу. Мясо розовое. Очень мягкое. Абсолютно консерва свежая. Так что, у кого в магните есть вот такая консерва, где и кто хочет попробовать, возьмите, попробуйте. Я думаю, вам тоже, как нам, очень понравится. Природный источник омега-3, кстати, написано. Вот природный источник омега-3. Кошка у нас обожает просто желе. Кушает, вон сидит, ждет еще. Ты хочешь все наше желе кошке скормить? Ну, а что? Легко. 240 грамм. Кстати, рыбы достаточно, да? А то, бывает, рыбу не кладут. Так что, вот такая классненькая-классненькая рыбка. Надо сказать, что у нас кошка-то вообще со стола не ест. Да, кошка ничего со стола не ест. Это да. Она такая привереда. Ммм. Очень свежие кусочки. Сейчас хочу еще вам показать. Вот такие вот свежие. Да, практически одна рыба. Желе, сами можете видеть. Достаточно, достаточно, вон мало. Прям просто рыбку покрывает желе. А ты рыбку ей пробовал давать? Кстати, рыба, она в собственном соку. Она не в масле. Оно в желе. Да, без масла. Рыба очень-очень вкусная. И желе очень вкусное. 6,5 рублей 30, она есть в ящик. Да, она не дешевая. 7,6 рублей. Вот я только не вижу. Салихардский комбинат производитель. Кому интересно... Где-то там и делали. Да. Салихардский комбинат. Не город Краснодар, Московской области. Ой, или какой там, да? Калининград. Да, да. Московская область. Обычно консерву берешь. Калининград, Московская область. Мне нравится. Очень вкусно. Да? Королев. Ой, Королев, да. Вкусно, да? Ну. Вкусно. Так, еще вчера сварила вот такой классный-классный суп из индейки. Вот столько там много индейки с грибами. И с плавленными сырками. Очень вкусный получился суп. Просто безумный. Еще добавила звездочки. Мы такой суп просто обожаем. Индейки, конечно, море. Варила с ноги индейки. И он получился не особо жирный. Классный-классный суп. Сейчас будем кушать. Ну, а теперь я буду мыть и разделывать курицу. И мариновать ее чесноком и травами. А с вами я прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Всех жду в гости снова. И до свидания. Пока. Пока.